Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор вот такой вот огромной посылочки из интернет-магазина Т-Декор. Т-Декор – это крупный интернет-магазин, в котором практически есть всё. Ивановский трикотаж, в том числе в большом обилии. Есть специи, приправы, восточные сладости для дома, для кухни, разделочные доски, игрушки для рыбалки. В общем, всё, что вашей душе угодно, можно найти в интернет-магазине Т-Декор. Безумно вежливое обслуживание, приятные менеджеры просто вообще. У них подарочки есть от определённой суммы заказа. В общем, классный магазин. Давайте вместе с вами будем открывать коробку. У меня там есть и вкусняшки, и много ивановского трикотажа. Будем с вами всё распаковывать, мерить и пробовать. Доставка очень быстрая, несколько дней. Вот так всё упаковано, переложено, чтобы вы понимали. Я уже рассказывала про магазин Т-Декор. У нас есть обзор, я прикреплю где-нибудь подсказки в инфобоксе на видео на это. И я очень хвалила этот магазин. Мне он очень понравился. Смотрите, сколько пупывки. Это нам с вами на бьюти-боксе оставим. Так, давайте начнём с вами с вкусняшек. Бюджетные цены на специи и приправы я нигде дешевле не видела. Смотрите, за 100 грамм чеснока. Сейчас накладной пока не вижу, но так всё упаковано хорошо, что не хочется там рыться, её искать. Просто всё сложно, здорово, потом попадётся. Ну и ссылки я вам постараюсь на каждый продукт тоже оставить. Сушёный чеснок молотый. 100 грамм что-то около 40-50 рублей. Вот такие вот пакетики. Смотрите, как его тут много. Я обожаю всё готовить с чесноком, и для меня вот это вот супер. Так, дальше. Дальше у нас с вами приправа для картофеля, тоже 100 грамм. Тоже очень-очень бюджетная цена. Смотрите, они ещё подписывают, чтобы потом с наклеечками не ошибиться. 100 грамм приправы это достаточно много. И всё где-то вот в районе 40-50-60 рублей. Набор специй для куриц. Вот если покупать такие там в Магните, в Пятёрочке, ещё где-то, да, там 25 грамм, 15 грамм стоит уже 40-50 рублей. Бё, сладкий. Это набор специй для курицы, тоже 100 грамм. И мускатный орех. Я его пробую впервые, я ни разу с ним, мне кажется, не готовила. Девчонки, напишите обязательно, что готовите с мускатным орехом. Потому что очень интересно. Дальше у нас с вами куркума. Люблю её тоже добавлять во многие блюда. Смотрите, какие удобные пакетики. Уголочек потом отрезала, красота. Лавровый лист. У меня весь закончился, мои запасы с Абхазии здесь. 50 грамм его очень много. Вот такая упаковка тоже много, где добавляю. Хороший лавровый лист. Паприка красная. Смотрите, какая красота. Вот такая кусочками. Обожаю. С такой вот паприкой красной безумно круто солить сало. Невероятно. Я помню, нам из Украины возили, но потом, когда всё это началось, границы закрыли, мы перестали. Вот самое любимое сало мы у них брали всегда. Вот оно было обвалено вот в такой вот паприке. Это очень вкусно, безумно. О, слюнки аж потекли, вспомнила. Розмарин сушёный. У меня тоже был запас с Абхазии и кончился. И вот как удобно, потому что у меня ветками, он был, мне прям деревьями приносили, друзья наши. 100 грамм розмарина. С ним очень люблю тоже делать мясо. Он вот такими вот палочками, веточками, иголочками, да, у нас с вами. Потом чеснок сушёный, но уже не дроблённый, а вот такой вот дольками. Днём тоже классно будет, если делать сало, обваливать вот с этой паприкой и добавлять вот такие вот дольки. Это что-то с чем-то. Дальше у нас с вами панировочные сухари взяла, потому что всё время забываю их покупать, на котлетки, потому что сама делаю покупным, не доверяю. Смотрите, как мелко. Здорово. И здесь у нас 200 грамм панировочных сухарей. Тоже, в принципе, хватит надолго. И взяла вот такую компотную смесь. Здесь 500 грамм целиковые, смотрите, практически все фрукты, сухофрукты. Вижу яблочко, грушу, сливы, наверное. Мне кажется, и персик что-то, что-то того здесь есть. Много, потому что сейчас сезон простут, холодное время года, поэтому... Да! Поэтому варю компот часто, хотя сама насушила, но вот пусть лучше будет ещё такой запас, потому что цены вообще копеечные. И взяла попробовать вот такую дыню сушёную в косичке. Смотрите, как интересно. Мне прям хочется с вами открыть и попробовать её. Сейчас ножичек найду свой. Распаковала. Тоже достаточно бюджетная. И она такая относительно мягкая, да? Ну, хотя сухофрукт. Мне так интересно было сушён дынь попробовать. Ммм, как это вкусно. Слушайте, можно тоже в компот добавлять. Но я, мне кажется, так буду есть с чаем, с кофе. Правда вкуснота, девчонки, вообще. Так, дальше у нас с вами одежда. Ивановский трикотаж. Так, поехали. Заказала мужу шапку. Вот такую вот серую с подворотом. Потому что у нас почему-то после прошлой зимы шапки все потерялись. Все практически. Не знаю, я их куда-то, видимо, убрала. Найти не могу. Вот такая вот шапочка. Достаточно объёмная. Крупные вязки. Классная. Да. Вот такая хорошенькая шапочка. Дальше. Заказала. А, это подарки, девчонки. Это подарки. Вот за определённую сумму заказа у них пара носочков и платочки мужские. Смотрите. Какие приятности. Вообще здорово. Это подарочки от компании. Вот такие носки. Класс. Это мне. Ну или Ксюша у меня отберёт. Носки женские. И платочки мужские. Сколько штук? Три штуки. Вот такие мужские платочки. Это в подарок. Спасибо огромное. Это декор. Дальше пижама. С таким новогодним принтом. Это для Ксюши. В размере 40. Я думаю, что она и будет немножко великовата, но пойдёт на вырост. Вот такая она симпатичная. Ксюша пока в школе. Как она придёт, мы с ней обязательно померяем вам и покажем. Вот такие брючки. Ну да, с запасом, конечно, пижамка ей будет. Вот такие вот брючки. Новогодняя такая тематика. Она без начёса, без футера. Просто хлопковая вот такая вот пижамка. Вот этикетка. Это у нас с вами Натали. 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 37. Да. Вот. Вот такая вот классная кофточка. Причём манжета вверху отделана таким же материалом, как штанишки. А рукава и низ просто подшиты. В общем, новогодняя прикольная. Придёт померяем со школы. Дальше у нас с вами кальсоны мужские. Заказала мужу, так как он всю зиму работает на улице. В размере 56. Кальсоны. Тёплые. Под штаны пусть пододевает. Размер 56. Чёрный хлопок 95, лайкро 5. Вот такие вот штанишки. Сейчас посмотрим с вами, что они из себя представляют. Вот они уже тёпленькие. Они уже здесь начёсик такой. Видите? Начёсик. Они прям тёпленькие-тёпленькие. Классно. Смотрите, тут спереди. Тут карман. Или что это? Или для проветривания, девчонки. Я не сильно понимаю, что кальсонка я уже беру первый раз. Если честно. Что это у нас? Смотрите, спереди. Вы видите вот это вот что? Вот. Это сквозное причём. Это сквозное. Это как карманчик. Или просто, чтобы сильно не потел. Вот такие вот кальсоны. Внизу они с резинкой. Будут обтягивать ногу под джинсы. Пододевать вот на чёсик. Да? Вообще красота. И очень бюджетненько. Чтобы не мёрз. Вот так вот. Поехали дальше. Заказала себе очень красивый джемпер. У меня тут... Такий крик. И мелочь пищит на заднем фоне. Да, с пупсиком разговариваем. Заказала вот такой себе джемпер. Очень красивый он был на модели. Сейчас с вами померим. Это у нас София. София коллекшн. Размер 54. Хлопок 50. Акрил 50. Вот такой красивый. Коралл у меня прям под ногти сейчас. Сейчас распечатаем. Посмотрим. Обязательно померим. Так. Смотрите. Какая красота. Это джемпер с коротеньким рукавом. Это куда-то в кафешку пойти. В холодное время года. Либо это на тёплое время года. Но мне он очень понравился. Такой вот рукавчик. Смотрите. Такая вот горловина. Я люблю вырез большой. И сзади у нас тоже такой вот, кажется, полупрозрачная спинка будет. Внизу резиночка. Присобираться будет. И такой коротенький рукавчик. Всё померяем с вами. Что у нас с вами недавняя очень интересная новинка Ивановского трикотажа. Это платье в размере 58. Хлопок 100%. Вот такое. Если видели, да, сейчас в Ивановском трикотаже костюмы такие есть и такие платья в такой вот интересной расцветке. Аляпистый, скажем так. Платье называется Ацвет Аквамарин. Мне захотелось. Подумали я в него буду ходить или нет, ещё не знаю. Сейчас посмотрим. Или оставлю тоже на лето. Тоже всё померяем. Мне очень понравилась тут спина. Сейчас покажу девчонки. Вот такое платье. Рукав у нас с вами цель накройный. Подшито всё хорошо. Всё хорошо подшито. Низ. Оно должно быть до колен. Я так подозреваю. Я вам всё покажу. И сзади, смотрите, какая спинка. То есть тут завязки. То есть у нас спинка чуть-чуть тоже будет оголённой. Завязочки. Это очень красиво. Мне понравилось, как смотрится на модели. И цвет такой освежающий. Так, дальше. Платье померяем сейчас. Это у нас водолазка Гимназия. Размер 72-140. Заказала Ксюша. Белая водолазочка. Ходить в школу. Хлопок 100%. На холода пододевать. Так вроде у них тепло. Вот такая белая водолазочка в таком весёленьком пакете. Прелесть. Размер 140. Так. Ой, прям вот 140. Слушайте, она с запасом. Смотрите, здесь набито даже. Коган Китс. Вот. Видите? Набито. Красиво. Вот такая обычная белая водолазочка. Ксюша придёт по мере. Заказала себе очень красивый домашний костюм. Называется Ромба Бирюза. Сейчас ходить. Размере 56. Домашний должен быть свободным. Вот. Я Ивановский трикотаж вам говорила уже всегда. Мой сейчас размер 52. Я всегда беру 56-58. Смотря какая-то вещь. Я люблю Оверсайз. Так же, как Толстовка. На мне сейчас это Ивановский трикотаж. Можно было взять размер 52. Но я люблю, когда вот так. Понимаете? Вот. Поэтому люблю. Вот такой вот красивый костюмчик. Домашний. Сейчас распакуем. Ромбы. Это джемпер. Ну, как бы кофточка от костюма. У неё рука в три четверти. Красивый. Вот такой. Класс. Я так люблю вот этот вот цвет. Морской волны. Смотрите, зад немножко удлинён у нас. Да? Крой так задуман. Здорово. Пошито. Всё отлично. А штанишки вот такие бежевые. С бантиком. Брючками. Резинки внизу нет. Разреза ничего нет. Штанишки брючками. И с кармашками. Ой, костюм очень классный. Мне понравился. Вообще супер. И последняя вещь. Там же есть игры. Там есть игрушки для детей. Сортеры всякие. Пирамидки. Деревянные игрушки. Ну, много ассортимент. Сами познакомьтесь. Пройдите по ссылке внизу. Обязательно постараюсь на каждый продукт разместить. Взяла Ксюша на холодные вечера вот такую вот занимашку. Так. Это у нас набор для вышивания крестов. Мы ещё с ней никогда не вышивали. Но мне кажется, это может быть ей интересно. Она вообще любит чем-нибудь таким заняться. Будет, должен получиться вот такой вот зайка. Но мне кажется, здесь в наборе нет пяльца. Вот у нас нет пяльца. Наверное, мне придётся его теперь покупать. Или я посмотрю. Я сама давно не вышивала, в детстве очень любила. В комплекте мулине, игла, органайзер, качественная канва, стопроцентный хлопок, цветная схема вышивания, инструкция, атласная лента. Вот. Значит, нам всё-таки пяльцы, наверное, нужны, да, будут, девчонки? Я уже не помню. Ну ладно, это мы купим отдельно, если что. Инструкции тут никакой нет. Я вам обязательно во влоге тоже потом покажу, как мы всё это дело будем делать. Я думаю, ей должно понравиться. Смотрите, здесь всякие зайки есть, вообще какие душе угодно. Там много для рукоделия очень продуктов, тоже для деток и для взрослых. Картины есть, там есть даже мебель на сайте. Вот. Так что вот так. Ну а теперь давайте мерить. Так, смотрим джемпер. Ну я, если бы был, конечно, я взяла в размере побольше. Потому что и такие джемпера, они хорошо смотрятся, когда они объёмные, да. Видите, он немножко светит, особенно вот в этой части треугольной. Вот так выглядит спинка. И он мне, ну практически до талии, чуть ниже талии. Да, вот такой длинный рукавчик. Нормально, всё отлично. Ну, может быть, потом после стирки, после носки ещё немножко подростянется. Мне всё равно красиво. С какой-нибудь юбочкой можно носить. Мне кажется, джемпер очень красивый. Такой цвет особенно. И вязка. Тоже очень красивая. Вот она платьица. Рукавчик такой вот коротенький, цельнокройный, я вам уже говорила. Так, здесь есть кармашки у нас с вами. Платьица свободная, красивая, свеженькая. Вот спина. Я пока просто там завязала. Да? То есть можно поиграться. Можно бантик сделать, можно просто верёвочки оставить. Но смотрится красиво. Смотрится красиво. Мне очень нравится. Так, по длине. Сейчас я вас отодвину. Ну вот платьица. По длине оно получается, колени у меня скрывает. Чуть скрывает колени. Вот такое оно свободненькое. Всё отлично. Книзу, как будто немножко заужен. То есть оно не полнит. Вот это платье, оно не полнит. Свободненькое, красивое платьице. Куда-нибудь на пляж, да даже так прогуляться. Очень даже красиво. Мне нравится. Мне нравится то, что достаточно широкий вырез. Оно здесь немножко присборяется под грудью. Если у вас грудь ещё большая, у неё не очень просто. Оно будет смотреться ещё интереснее. Вот так. Платьица красивая. Мне очень понравилось. Особенно спинка. Да, Кристиш, тебе тоже понравилось, да? Вот костюмчик ромбы. Правда, освежает прям вот этот цвет. Вообще здорово. Красивое сочетание очень такое. Вот такие штанишки. Кофточка сзади немножко удлинённая у нас с вами, да? Штанишки брючками. Сейчас опущу пониже, покажу. Вот штанишки брючками. Ну, они такие практически в обтяжку. И такая кофточка. Мне кажется, очень красивый костюмчик. Вообще здоровский. Здесь у нас бантик с вами. И кармашки. Можно с любой кофточкой носить. Можно как пижама. Как угодно. Красивый. Очень-очень красивый. Тут рука, кстати, спущена. Он отсюда вот начинается. Модель такая, да? Свободненькая. Всё отлично. Ксюшка. Размер 40. С запасиком такой. Вот она. И штанишки с запасиком, и кофточка. Классная новогодняя? Да. Кто там нарисован-то? Быки. Кто? Быки. А, бычки, кстати, точно. На год бычка. А, ну там бычки, олени, снеговики, ёлки. Олени. Да. Классно. Нравится? Да. Пижамка. Сейчас водолазку ещё. Вот водолазка. Беленькая. Длинная, хорошенькая. Длинная, хорошенькая. Ну-ка, пойдите сюда, куда вы всё уходите. Горлышко вот какое классное, кстати, свободное, не в облипку, потому что многие дети не любят, да? Вот такое горлышко. Рукавчик можно подвернуть. Красотка? Да. Синий глазка моя. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Это шапка папина. Вот некоторые носят так шапки. Нет, ну я имею ввиду и девочки некоторые так носят, да? Так типа можно. Надо попробовать её, кстати, сейчас развернуть ещё. Блин, я только поняла, что у меня, в принципе, такие шапки нормально. Но я люблю объёмные всё равно. У меня есть вот одна шапка, я в ней хожу, потому что я не могу найти объёмные шапки. Себе. Да. Вот так. А если развернуть, сейчас посмотрим, что получится. Наверное, у неё шапку отожму. Если развернуть, то получается подворот. Да? В месте, где резинка, можно в другом месте. Она, в принципе, объёмная. Надо было две брать. Себе тоже. Ну. Вот такие шапочки я ещё люблю. Вот это ничего. Скажите, девчонки, как вам понравилось больше? Я вот таким образом люблю шапки носить. Вот чтобы сзади был небольшой подворот, она была более-менее объёмная. Вот так. Так я, конечно, редко хожу в шапках, но в этом году буду, потому что я с коляской в этом году гулять буду много и часто, и на холоде, и в любую погоду. Вот и так шапка классная. Вообще, надо было себе такую брать, слушать. Вообще супер. Вот и всё, мои хорошие. На этом видео будем заканчивать. А ссылки все под видео, на магазин, на каждую вещь. Я надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok